Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 2 декабря, Православная Церковь совершает празднование иконей Божьей Матери в скорбях и печалях утешения. Обстоятельства первоначального происхождения образа Божьей Матери в скорбях и печалях утешения неизвестны, но письмо иконы свидетельствует о том, что она очень древняя. Есть предание, что икона принадлежала цареградскому патриарху, святителю Афанасию III Пателарию, с которым она побывала во всех скитаниях и путешествиях в ладыке и в 1653 году впервые прибыла в Россию. После кончины святителя в 1654 году икона была доставлена в Афонский монастырь Ватопед, где и пробыла до октября 1849 года, когда был открыт русский Андреевский скит. Тогда проживавший на покое в Ватопеде митрополит Григорий передал икону новооткрываемому скиту как благословение от обители. Образ стал келейной святыней основателя русского Андреевского скита на Афоне иросхемонаха Виссариона Вавилова. Когда 11 октября 1849 года последовало открытие этого скита, Виссарион благословил братью образом со словами «Да будет сия икона вам отрадую и утешением в скорбях и печалях». Прославление этого образа совершилось в России в Вятской губернии в 1863 году, когда в город Слободской этой губернии прибыл с Афона иеромонах Паисии, привезший с собой икону Богоматери в скорбях и печалях утешения. Образ этот украшен был богатый серебряной с позолотой ризой с бриллиантовым венцом на главе Богоматери. Он был помещен в женском христорождественском монастыре в храме Рождества Христова. Когда отец Паисий уже собирался возвратиться на святую гуру, от иконы Пресвятой Богородицы произошло чудесное исцеление 18-летнего немого юноши, после чего к образу началось настоящее паломничество. Многие страждущие богомольцы получили исцеление и утешение в своих печалях от святого образа в те дни. Затем святая икона с большими почестями была перенесена в женский Преображенский монастырь города Вятки, а в Слободском остался точный список с чудотворного образа, выполненный тем самым исцеленным 18-летним юношей. Духовный подъем ветчан был настолько велик, что вятские губернские ведомости накануне Великорецкого крестного хода сравнивали его по религиозному наструю со встречей Афонской святыни. Отец Паисий, отправляясь на Афон, оставил в Преображенском монастыре список чудотворной иконы, а 26 июня 1871 года во имя иконы в скорбях и печалях утешения в Вятке был заложен храм, который строился более 11 лет. 31 августа 1882 года, в день положения чеснагопояса при Святой Богородице, архиепископ Аполос осветил храм, в котором каждую субботу перед образом читался Акафист. Раз в два года в память о пребывании святой иконы в Вятском крае и происходивших от нее чудесных исцелениях совершались торжественные крестные ходы по всей епархии. 19 ноября 1866 года в Слободском Христорождественском монастыре на список чудотворного образа Божьей Матери в скорбях и печалях утешения была торжественно возложена присланная сафона, позолоченная риза, а в воспоминании первого исцеления от иконы немого юноши, который и выполнил список, в монастыре совершалась особо торжественная служба. В этот день и было установлено празднование в честь чудотворного образа Пресвятой Богородицы. 27 марта 1890 года святыня была доставлена в Россию и помещена в Санкт-Петербурге в Благовещенском соборе при подворье Андреевского скита. В самой обители была оставлена ее точная копия. Граждане города день и ночь спешили толпами поклониться чудотворному образу. Благодать Божия тогда же изволила прославить икону Богоматери многочисленными чудотворениями. Сейчас образ хранится в алтаре Санкт-Петербургского Никола-Богоевленского морского собора. Икона выносится для поклонения раз в год перед вечерним богослужением накануне 2 декабря и возвращается в алтарь 2 декабря. Чтимый список со святой иконы прибывает в Свято-Екатерининском соборе города Слободского. В 1999 году престол одного из храмов бывшего мужского крестовоздвиженского монастыря в Слободском был освящен в честь чудотворного образа. В Алексиево-Акатовом женском монастыре города Воронежа также хранится список с Афонской святыни, на котором написано «Сия икона написана и освящена на Святой Афонской горе в русской обители святого Иоанна Златоустого при настоятеле иеросхемонахе Кирилле 1905 года». В 1999 году икона замироточила. Икона в скорбях и печалях утешения устроена в виде створчатого складня. Кроме Пречистой Богоматери, на ней изображены святые великомученики Георгий Победоносец и Дмитрий Солунский на конях, Святой Иоанн Предтеча и Святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов, преподобные Антоний, Ефимий Ануфрий, Савва Освященный, святитель Испиридон Тремефунский и Николай Чудотворец. Образ украшен несколькими ризами, одна из которых золотая. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых пророка Авдия, мученика Варлама, преподобных Варлама Пустынника и Иосафа Царевича Индийского и отца его Авенира Царя, святителя Филарета, митрополита Московского Дроздова, преподобного Варлама Игумена Печерского в ближних пещерах. Празднуется обретение мощей преподобного мученика Адриана Пашихонского, Ярославского Игумена, мученика Азы и с ним 150 воинов, мученика Илеодора Магитского-Памфилисского, преподобного Иллариона Грузина, Чудотворца иеромонаха, преподобного Порфирия Кавсакалевита Байрактариса, священомученика Иоанна Вишневского, Пресвитера, священомученика Порфирия Гулевича Симферопольского, Иосафа Удалова Чистопольского епископов, Сергия Махаева, Михаила Дмитриева, Александра Мишутина, Иоанна Малиновского, Константина Михайловского, Александра Сереброва, Игнатия Теслина, Иоанна Пирамидина, Симеона Кривошеева, Иоанна Флоровского, Якова Бриллиантова, Дмитрия Куклина, Якова Передерия Пресвитеров, преподобно мучеников Иосафа Крымзина, Игумена, Геннадия Ребеза Архимандрита, Петра Мамонтова, Герасима Сухова, Ира Монахов, Михаила Кванина Архимандрита, мучеников Валентина Корнеенко, Петра Антонова, Леонида Салькова и Тимофея Кучерова. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok